Борис Андреевич, добрый вечер. Добрый. Спасибо, что согласились уделить нам время. Всегда рад. Да, вот такой вопрос, возможно, он покажется вам несколько странным, но он такой очень откровенный. Вам нравится то, что сегодня происходит на политической сцене в Республике Молдова? В Республике Молдова? Да, конечно. Очень нравится. Я очень счастлив в том, что происходит у нас на политической сцене. Почему? Потому что, ну вот, свершилось, говорили, левые не могут победить, левые не могут прийти к власти. Вот таким образом, без всяких революций, без желтых, оранжевых, спокойным, парламентским путем, культурным. Фактически, сегодня, получается, партия социалистов, это президент, парламент возглавляет, тоже представитель партии социалистов, руководитель партии. Ну и правительство, по большому счету, я так понимаю, из большинства, все-таки, наверное, состоит из представителей. Во всяком случае, людей, которые симпатизируют этой партии. Потому что правительство мы называем правительство технократов, да, то есть специалистов, профессионалов. Я, например, вот знаю... А вы согласны с этим, что это правительство технократов? Ну, я этих людей очень многих хорошо знаю. Ведь там, если по большому счету сказать, вот почему так быстро сформировалось правительство. Потому что у президента Игоря Дадона фактически три года был свой теневой кабинет министров в составе его советников, которые курировали определенные сферы деятельности, ну, скажем так, народного хозяйства. Может звучит как-то по-старому, по-советски. Ну, действительно, да, в нашем государстве. Там же шесть советников он своих отдал в это правительство. А там эти люди все профессионалы. Вот, допустим, моего друга взять, генерала Виктора Гайчука. Он же профессиональный военный, летчик, политработник, министр. Прошел все ступенечки профессиональной военной карьеры от курсанта до генерала. Дипломат, представлял нашу страну в Бельгии, был представителем в НАТО. Кто, как не он, лучше знает вот эти все вопросы взаимодействия с этими структурами. Возьмите Корнелию Поповича, профессиональный историк, доктор исторических наук, автор многих учебников. И вот он три года занимался в администрации президента вопросами культуры, науки, образования. Но, конечно, он профессионал. И вот так каждого из тех, кто там вот пришел в это правительство, авойку Павла возьмите. Да, вот этот период, когда он сейчас был в правительстве на Исанду министром обороны, ну, это временная, так сказать, карьера. И то он прошел эту ступеньку, за пять месяцев он почувствовал, как работает правительство, он побывал в самой высокой ступенечке профессиональной. Я поняла, я поняла. Все ваши друзья стали министрами. Нет, но он же профессиональный полицейский. Он был, он возглавлял три комиссариата республики. То есть его бросали как пожарную команду туда, где нужно было навести порядок, навести порядок вот, вот, ну, с этой вот, с преступностью, с сокращением все остальное. Он выполнял эту задачу, и я уверен, что он на уровне республики то же самое будет делать. Хорошо. С точки зрения политических процессов всегда, говорят, легче управлять, когда одна политическая сила отвечает, да? Да. За все, что происходит. Конечно. Да, но в то же время, на мой взгляд, увеличиваются и риски. Когда одна политическая сила... Конечно. Она теперь несет ответственность за все. Вот, с этой точки зрения, если посмотреть, как бы вы эти риски оценили? Здесь двойной вопрос, вы понимаете? Одно дело, политические риски, когда эта партия, она имеет парламентское большинство. Вот социалисты имели бы 51-52 депутатских мандата. Вот это одна политическая сила, это одни риски. И там гораздо более меньшие риски. Ты не зависишь от капризных партнеров. Или не партнеров. Вот этого непонятного большинства. Ведь парламентское большинство не сформировано. Демократы заняли четкую и ясную позицию. Мы не с этими, не с этими. У нас свои внутренние проблемы. Дайте мы друг с другом разберемся. И, наверное, правильная позиция для политической партии в данной ситуации. И социалисты, и о ком тоже с ними не пошли бы в какой-то политический союз. Ясно, что надо идти на досрочные выборы. Иначе ты запятнаешь свою манишку, белую рубашку, репутацию. Все-таки шлейф пока Плохотнюка за ними идет. Вот пройдет год, переформатируются они, почистят свои ряды, кто-то уйдет, кто-то еще. Кого-то посадят, кого-то все-таки из-за границы привезут, оденут наручники, будем надеяться. Вот тогда мы будем считать процесс завершенным. И сегодня, да, правительство сформировали, но за ним нет вот этих 51 голоса, который мощная вот такая, знаете... Ну секундочку, я бы согласилась с вами, если бы... Угрони плита за спиной, да? Да, я понимаю, о чем вы говорите, да. Уверенность. Но отправляли в отставку социалиста то правительство предыдущее, Майя Сандук. Да, конечно. Тем самым они уже взяли ответственность на себя за то, что происходит. Вот, я об этом говорю. Да. Если говорить о рисках, давайте вопрос задам... По-другому, ну потому что риски есть, но они разные, чувствуете? Когда ты имеешь гарантированное большинство, а когда ты зависишь, тебе приходят и говорят, слышь, а мы за это голосовать не будем, а мы думаем по-другому. Ну, вы можете думать все, что хотите, а мы передумаем. На мой взгляд, это еще сильнее увеличивает риски. Значит, это будет определенный шантаж, это будет определенное вымогательство, это уже другая система. Ну, по большому счету, будет та же самая ситуация, что и с АКУМ. Потому что они же открыто шантажировали социалистов. Так они уже шантажировали. Да, они сформировали свое правительство, и вот это вот с прокурором они думали, что они в очередной раз нагнут социалистов, они проголосуют, на выборы не идут, не хотят. Риски даже еще больше. Есть, да. Я согласен, риски есть, конечно. Хорошо. А президент рискует в этой ситуации? Конечно, рискует. Некоторые считают, что как раз больше всех, потому что впереди президентские. Вот именно поэтому. Вы согласны с такой формулировкой? Я согласен, Людмила. Вы понимаете, здесь получается, президент уже не первый раз рискует. Больше всего президент рисковал 8 июня. Потому что если бы 8 июня не сформировали вот то временное коалиционное правительство с АКУМ, непонятно, как бы дальше развивались бы события. Вполне возможно, на кого-то и возбудили бы уголовные дела, и на АКУМ, и на лидеров социалистов. Там реакция Плохотнюка могла быть совершенно другая на те действия, на которые они пошли. И если бы, скажем так, международные партнеры вот тогда в Содружестве, да, Россия, США и Европейский Союз не договорились, не поддержали, мы не знаем, чем бы закончилась та история вот с этим своеволием. И тогда все на себя взял Игорь Дадон. И я, честно говоря, вот за этот его шаг, мужчина, поступил вот как настоящий мужчина. Он взял этот риск на себя, и он выиграл в той ситуации. Но когда прошло несколько месяцев, и они увидели, что с этими новыми друзьями ну не получается, да, ну вот они идеологически зашорены, вот они твердолобые, вот они какие-то у них Россия, танки, ну не знаю, одно на уме, да, румынский язык, унирия, и больше ничего нет. Ни хлеба, ни рабочих мест, их это не интересовало. И, конечно же, тут появились у социалистов тоже большие риски перед своим электоратом. Потому что возникал вопрос, ну, ребята, вы все равно имеете отношение к этому правительству? Вы голосуете за его предложение? Ваши два человека есть в этом правительстве? Вы дали ему политические возможности родиться? Вы несете за это ответственность? Ну и вот, когда получилась ситуация, что у Майи Санду вообще голову снесло, да, от того, что она теперь королева великой Молдовы, и она тут будет делать все, что она хочет, и она будет всем дихтовать свою работу. Вы полагаете, что, вот действительно, как вы говорите, вот просто голову снесло? Ну, конечно. Это не есть тонкий некий расчет, как раз подготовка, вот это тоже, возможно, к президентским? Нет? Вы не согласны? Нет, я согласен. Есть такая точка зрения, но я как раз не отношусь к той категории политологов, которые говорят о том, что это тонкий расчет, и до президентских выборов Майя Санду наберет какой-то авторитет, и вот она пошла на это из-за этого. Я более склонен, что она пошла, есть эта причина, я согласен. И ее подталкивали, видимо, ее ближайшее окружение советники, у нее там кто-то в Штатах учился. Нет, я не знаю, кто ее подталкивал. Ну, там у нее пара человек советников в Соединенных Штатах училась, парочка в европейских фондах, в НПО прошло обучение, да. Ну, и с теоретической точки зрения, да, это, конечно, возможно, но здесь все зависит от срока. Впереди год до президентских выборов, и Майя Санду пошла вот на этот шаг, уперлась вот рогами с этим законопроектом, потому что она будет назначать своего генерального прокурора, она совершила большую ошибку. Первое, это первое. Почему она совершила большую ошибку? Большой период до следующей выборной кампании. Если бы Майя Санду и ее команда АКУМ вот это сделали где-то в июле, в августе, они бы создали очень серьезные проблемы, наверное, социалистам и Игорю Дадону во время президентской кампании. Там небольшой промежуток. И вот на этой волне нам не дали назначить генерального прокурора, вот мы хотели сделать, они нам мешают, не дают. Там 2-3 месяца это бы сыграло. А так, у этого правительства есть год. С чего правительство начало? С семи социальных проектов. То, что люди хотят услышать, то, что люди хотят увидеть. И за этот год может прийти столько инвестиций в Республику Молдовы из Запада и с Востока. Могут открыться разные предприятия, очень многое может измениться в социальной жизни людей. И тогда вот этот расчет на то, что можно будет клевать и долбать Игоря Дадона как президента и партию социалистов, он абсолютно не срабатывает. Длительный период. И второе, оно, наверное, самое главное. Все-таки ходили разные слухи, что Майя Санду у своих европейских партнеров, его посла Соединенных Штатов Америки, уже просилась отпустить ее в оппозицию. Но не тянули они. Вот эти ребята из Гарварда, как они себя там называют. Но извините, можно закончить пять Гарвардов. То есть оказались не готовы к власти. Я правильно понимаю? К управленческой элементарной рутине. Потому что что такое министр? Он в восемь утра приехал на работу и в десять часов вечера уехал. Если он министр. А насколько я знаю, после трех часов в правительстве наших этих, не наших, их министров, а кум найти уже нельзя было. Ну вот они вот такие, они все теоретики, они красивые ребята, красиво говорили. Но это надо знать, как работает государственный механизм. Но как можно возглавлять министерство, если ты в своей жизни не возглавлял даже школу, больницу, какое-то хоть маленькое предприятие СРЛ. Ты не знаешь, как производится продукт, как управлять коллективом в пять человек, как управлять коллективом в сто человек, как взаимодействуют между собой государственные структуры, что нужно сделать для того, чтобы этот проект был принят и тем министерствам, и этим поддержанным и так далее. Это серьезный управленческий опыт. И когда человек проходит эти ступеньки, он специалист, он главный специалист, он начальник отдела, начальник управления, он замминистра, он побыл депутатом, вот как многие из тех, которые сегодня в правительстве технократов, он понимает, как это действует, и как работает, и что нужно сделать. А когда ты взял, ну учебник это очень красиво, но это нереальная жизнь. Я поняла. То есть вы с теми, кто говорит, что НПОшники это далеко еще не министры. Хорошо? Конечно. Это вообще не министр. Я знаю один момент, которым все очень гордились, когда было сформировано это правительство, и когда вообще речь шла о Майя Санду. Да, мы же о нем сейчас говорим. Речь идет о геополитическом консенсусе. Все говорили, ну вот смотрите, вот так впервые, чтобы совпали интересы Россия, США, Европы. Я хочу вас спросить, после того, как это правительство пало. Что с консенсусом происходит, с этим самым геополитическим? С консенсусом еще рано. Он есть, его нет. Что вы чувствуете? Вы понимаете, еще рано говорить, что с этим консенсусом. Но здесь есть еще один момент. Я согласен, то, что вы говорите, геополитический консенсус, но он был между этими великими державами. Да, потому он и геополитический. Но консенсуса между составляющими правительства, а кумовцами, этими двумя партиями социалистами, не получилось. Это другое, Борис Андреевич. Понимаете, из-за опять твердолубой позиции кумов. Это другое. Но это тоже составляющие. Мы сейчас говорим о геополитическом. Я вас возвращаю. Вы понимаете, я понимаю эту ситуацию следующим образом. Европейский союз Соединенные Штаты Америки несколько с большим удивлением сегодня сидят и смотрят, и они понимают, что им нечего сказать против этого нового правительства. Президент говорит, а мы будем продолжать сотрудничество с Европейским союзом. Соглашение об ассоциации во главе угла стоит. И мы скрупулезно будем его выполнять. Да, мы будем дружить и с Востоком, восстанавливать отношения с Российской Федерацией, но мы ничего не собираемся менять в отношениях с Европейским союзом. Позиция Кику, его первое выступление, буквально первое, он это постоянно сегодня говорит. А мы с Европейским союзом, это наши партнеры, мы все реформы продолжаем, мы будем работать, сотрудничать, мы продолжаем реформы, начатые тем правительствам. Какие претензии, можно сказать? А претензии такие, позвольте, я вклинюсь, претензии на сегодняшний день не доказаны, конечно, но тем не менее они каковы. Говорят, что вот за формированием как раз этого правительства, ну Борис Андреевич, ну кто? Ну, россияне, да? Россия, да. Вот обвиняют, покажите мне одного русского, который участвовал в формировании этого правительства. Обвиняют, что именно под эгидой Москвы было сформировано это правительство. И вот, о чудо, они нашли даже такой аргумент, как первый визит господина Кику будет в Москву. Вы слышали об этом? Слышал, знаю, завтра. Что нужно, да, да, завтра. Что нужно им на это отвечать? Те, кто увидит совсем руку Москвы. Здесь, во-первых, я не вижу никакой руки Москвы, потому что это, опять-таки, действие происходило в присутствии всех послов. Как в отставку, перед отставкой президент Додон собрал свыше 30 послов, он встретился опять с послами России, Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза отдельно. Они обговорили эти вопросы, они знали о ситуации. Они поехали в правительство, они встретились с Майей Сандой, они выслушали другую точку зрения, потом произошло голосование в парламенте, потом опять на второй день после этого назначения правительства все эти три посла встречались с президентом Сигарем Додоной и встречались с председателем правительства. Сегодня я смотрю, ну не сегодня, а вот в эти дни посол Соединенных Штатов Америки уже встретился с министром обороны, с Гайчуком, с новым генеральным примаром Кишинева, Ионом Чебаном, еще с какими-то другими министрами, и он ходит, спрашивает, ребята, что вы будете делать? А все министры говорят, как что будем делать? Реформы продолжать? Какие вопросы есть? Какое российское правительство, какие танки и прочее? Этого абсолютно нет. Это одна позиция. Вторая позиция. Я не случайно вас спросил, покажите мне хоть одного русского, который участвовал там, кто к нам приезжал из России, кто-то давал указания, прилетел там какой-то вице-премьер или там еще кто-то. Нет, нет, этот раз не было. Но не было никого. То есть мы не можем сказать, что кто-то сюда прилетел, кого-то уговаривал и как-то формировал эти вещи. Это чисто пропагандистские вещи со стороны представителей правых партий, со стороны унионистов, которым нужен враг. Они себе нарисовали вот врага в виде Российской Федерации. Я когда задаю вопрос, скажите, а в чем проблема, если вот то было проевропейское правительство? А это пусть даже вы его называете пророссийское. Ну проблема, они вам скажут. Я знаю, что скажут. Что скажут? Деньги дают и тебе дают деньги. Проблема в соглашении об ассоциации. Ну так Россия не выступает против этого соглашения. Поэтому вот необходимо, чтобы правительство называлось проевропейским. Людмила, вот давайте скажем нашим телезрителям открыто, что партия социалистов и президент Додон никогда не выступали против сотрудничества с Европейским Союзом. Они не выступали полной отмене этого соглашения об ассоциации. Да, они говорили, что нужно договариваться, нужно иметь прежде всего свой национальный приоритет. Точно так же, как было вот заявление сейчас с Международным валютным фондом. Они сказали, нас интересует продолжение реформ. Правительство Кику сказало, мы и собираемся продолжать эти реформы. В марте они собираются на переговоры, но Кику четко сказал, обозначил, да, мы будем придерживаться выбранной вот направления сотрудничества с Международным валютным фондом, но надо учитывать, что мы будем принимать решения, которые будут прежде всего в интересах народа и молдавского государства. То есть, не просто глупо, как Майя Санду, ей те же самые ребята тоже, из Гарварда, да, те, которые работают в Международном валютном фонде, по бумажке, по учебнику приехали и сказали, пенсии сократите, вот это сделайте, вот это сделайте, вот это и есть реформа, но если я к вам прихожу, а вы мне говорите, Боря, вот посмотри, вот нужно вот это сделать вот так, я это сегодня не могу сделать, потому что у меня есть люди живые и так далее, они завтра помрут, можно мы сделаем вот так? Ну, здравый человек ведь должен согласиться с этим? Андрей Андреевич, позвольте мне иногда вклиниваться в ваши длинные монологи, мне кажется, так будет лучше. Договорились. Хорошо. Вот, смотрите, очень важный вопрос, что означает смена власти не для политиков, а для населения. Вот с этой точки зрения, если посмотреть, то буквально первые дни действительно удивили. Удивили тем, что появились как раз вот, появились те самые инициативы, семь инициатив, которые огласил глава государства, но тут же, как у нас это принято, есть люди, которые к этому относятся весьма скептически. Они тут же обвинили социалистов и президентов в популизме. То есть они считают, что это как раз шаги, сделанные в преддверии президентских выборов, и они спрашивают и сомневаются в том, что эти источники финансирования будут найдены. В тех условиях, когда, если мы справедливо будем смотреть с вами на вещи, то мы же четко не знаем еще, как поведут себя, да, те самые МВФ и Всемирный банк, тогда, когда, если наше правительство будет делать то, что оно считает нужно. Да. Вот как вы полагаете, удастся ли эти обещания выполнить? Там действительно, там сумасшедшие какие-то... Инициативы. Да, конечно. Тут мы же не привыкли, что у нас два раза в год там индексации, да, и все другие там вещи. Ну, во-первых, так, насчет популистского правительства или популистских... Идеи вот эти, да. Идеи, решений. Партия социалистов народная. Левая партия. Поэтому слово популист мне очень нравится. Если эта партия пришла для народа, если партия пришла решать конкретные проблемы 650 тысяч пенсионеров, если эта партия хочет повысить заработную плату учителей, воспитателей детских садиков на 18%, в среднем на 10%, кому-то там даже и 30%, по-моему, работнику культуры бедные, вот эти библиотекари, бедные люди, нищие, да, вот эта вот жалкая нищенская зарплата, что плохого в этих идеях и что плохого в этой партии, которая ставит во главу угла идеи народа? И я думаю, что это вот как раз тот фактор предвыборный на протяжении всего года, который и будет показывать молдавскому народу, что вот они, вот президент, вот они делают для нас, вот они делают для народа. И я пойду и буду за него голосовать. Вот это главный фактор. И он основной фактор. Теперь другое. Где возьмут деньги? Да, покрытие этих инициатив. Я знаю очень многих в президентской команде. И у него один из самых сильных блоков в его команде – это экономический блок. У него большая команда талантливых экономистов. И тех, кто работал еще в советские времена, и молодых, вот те, кто уже в современное время сделал свою карьеру на экономическом поприще и что-то разбирается в управлении экономикой и все остальное, я уверен, что они знают, где взять деньги. Плюс всегда все говорили, вот и президент, и многие лидеры социалистов, что деньги в стране есть. Если их не воровать, то можно обеспечить все в нашем бюджете. А если они каждые 2-3 года по миллиарду воруют, то, наверное, тогда с деньгами проблема. Но ведь демократы нашли, тогда, помните, перед Пасхой, перед выборами тоже, то был не популистский шаг выплатить по 600 лей. Ну а здесь вот президент и это правительство выплачивают по 700 лей. Значит, деньги есть в бюджете. Есть эти деньги в бюджете. Во-вторых, Европейский Союз восстановил финансирование. Вот те гранты, все, вот пошли первые транши, значит, реформы будут продолжаться. То есть вы думаете, что он найдет правительство общий язык? Найдет правительство общий язык и с международными валютами. Им главные реформы. Реформы они видят и получат. Это однозначно. Потому что нашу юридическую, как это, юстицию, там есть чем заниматься. Действительно, на сегодняшний момент. Вот. Это один момент. И это второй момент. И третий. Вы знаете, вот когда слушаешь Майо Санду и представителей правых партий и румынских унионистов, они бедные со слезами на глазах говорят, вот если нам европейцы денег не дадут, то мы все, нам крах, нам конец. Это старая песня, Борис Андреевич. Собирая чемоданы и все остальное. Это старая песня, мы очень часто читаем. Людмила, я знаю, два экономических форума в том сентябре и в этом сентябре прошли. Россияне, сюда приезжали очень серьезные люди российского бизнеса. Есть официальные заявления многих российских руководителей. Россия готова в течение года инвестировать в молдавскую экономику 1 миллиард. Не украсть, как эти демократы, акумовцы и прочие, те, которые правили 10 лет до этого, а вложить в течение одного года. Да, это на форуме 2 года назад, по-моему. Конечно, так и на этом форуме. Но, конечно, они говорят о чем? Это не гранты и кредиты, которые здесь можно разворовать и распилить. Или это какие-то, вот там детский садик покрасили, там стены или еще что-то. Это тоже нужно, это хорошо, это спасибо им за эту помощь. А главное рабочие места, главное производство и все остальное. Восток говорит, а Восток это не только Россия, но это и Китай мощный, у которого большие деньги, который тоже хочет инвестировать. В Европу их не пускают. Понимаете? Там жесткая конкуренция идет. То есть вы считаете еще и восточные деньги? Желающих прийти и вложить деньги с прибылью для себя масса. Хорошо. Насколько серьезна поддержка демократов? Вот это самый сложный и самый скользкий вопрос. Тем не менее на него необходимо отвечать. Вот это самый скользкий и сложный вопрос. Эта поддержка будет до того момента, со стороны демократов, пока они не примут решение дальше, что они готовы к самостоятельной игре. Я не думаю, что они это будут делать где-то вот, они это могут сделать перед президентскими выборами. Вы говорите, то есть сейчас у них игра не самостоятельная? А чья тогда игра? Нет. Нет, они сегодня согласились на то, что лидирующую роль играют социалисты. С этой точки зрения, с этой позиции. Когда они захотят и скажут, ребят, а мы готовы с вами разделить ответственность, мы готовы войти в правительство. Хотя по большому счету, вы знаете, наверное, их это правительство устраивает. Но ведь сложно ответить на вопрос. Вы понимаете, вот у нас то, что происходило до этого правительства, все время было. Вот это правительство, вот это проевропейское, вот это еще какое-то, а вот эти придут, эти будут пророссийские и так далее. Вы мне скажите, Илон Кику, премьер-министр, он чей? Он работал в правительстве коммунистов, он воспитанник коммунистов, он работал с Додоновым министерством, он был замминистра, потом он был советником премьер-министра Гречаной, он работал в двух правительствах, этот был до Гречаной. Тарлев. Тарлев, в правительстве Тарлева и Гречаной. Потом он работал в европейских экономических, финансовых структурах, Он был замминистра промышленности или финансов у демократов, потом он стал министром финансов. Он работал и с теми, и с теми, и с теми. И сегодня его предложил президент. Вот если подходить с точки зрения Майя Санду или представителей унионистов, то можно сказать, что он человек демократов. А можно сказать, что он человек еще и коммунистов бывших. А можно сказать, что он человек додона и гречаны. Правда? Ну ведь так. Да. И если мы возьмем многих. Гайчук где работал? Он был министром при коммунистах. Дипломатом, по словам, он был при коммунистах. Сейчас он возглавил министерство. И так, если мы каждого возьмем, мы не можем так подходить нашим этим людям, сегодняшним управленцам с точки зрения нашего раскола и противопоставления людей друг друга. Я знаю, я извиняюсь, вот я вот прочитал, Чибан, примар Кишинева, берет себе одного зама посла в Эстонии нашего, второго он берет госсекретаря из министерства образования, это сандовский человек. Чи это люди в примарии у Ивана Чибана? Я призываю вас, Борис Андреевич, все-таки вернуться, я понимаю, но я призываю вас вернуться к тому вопросу, все-таки, который я задала. Вопрос, да, вопрос именно, я понимаю, вы еще так элегантно пытаетесь уйти от ответа, я элегантно вас возвращаю. Но я вам помогу, потому что сегодня господин Настас сделал, на мой взгляд, очень интересное умозаключение. Вы же, наверное, следите больше, чем я за ним. Вот смотрите, Андрей Настаса не исключает создание большинства с демократической партией Молдовы. По его словам, в парламентской деятельности допустимы любые союзы. Да, это сказал Андрей Настаса. Что ж с ним произошло? Сказали ничего, что думают, пока не сказали по этому поводу сами демократы. Но если вернуться к тому вопросу, демократы, насколько они союзники верные? Вы знаете, Настасе, видимо, прощупывает какие-то свои политические варианты. Ему же сложно теперь с Майей Санду после проигрыша и им при марских выборах бороться, кто же из них пойдет в президентскую кампанию. Майя Санду или Андрея Настасе. Он ищет себе каких-то союзников, он ищет какие-то варианты, как ему поступить. Но дело в том, что, вы понимаете, демократы, они неоднородные. Не будем сбрасывать со счетов там 10-15 коммунистов бывших. Это немножко совершенно другой уклон. Насколько я знаю, у демократов сегодня три большие группировки в парламентской фракции. Часть та, которая осталась на позициях, скажем так, Влада Плохотнюка, она его поддерживает. Есть там определенная часть. Ну, Канду и его группа. Ну да, да. Есть группа Павла Филиппа, это немножко, скажем, вот такая вот нейтральная, да, она как бы посередине. Которая заявляет сегодня, что она с господином Плохотнюком ничего не согласна. Да, правильно, они заняли центристскую позицию. Ну, это Дьяков, да, скажем так, это его платформа. И есть ребята те, 10-15 человек, я называю их сегодня, скажем так, коммунисты-центристы. Ну, Виолетта Иванова, там некоторые вот другие в этом составе депутатов. Но я не думаю, что побывал 2-3 года во фракции демократической партии, они полностью отказались от своих левых каких-то взглядов, идей и так далее. Я понимаю, что власть меняет многих людей, да. Я ничего не говорю, я просто улыбаюсь, Борис Андреевич. Когда вы это говорите, я просто вам улыбаюсь. Да, это вы верите или не верите? Да, я улыбаюсь, Борис Андреевич, да. Я понимаю, что там тоже могут быть какие-то определенные свои союзы, договоренности и так далее. Но я, конечно же, не наивный ребенок, не первый день, как говорится, в политологии. Я прекрасно понимаю, что есть внешний фактор, есть определенное давление западных партнеров. И всегда есть риск на то, что и на блок ОКУ, или какую-то ее составляющую, и на какую-то составляющую демократов может быть оказано давление для того, чтобы они создали вот такой союз. А что это должно быть за момент, чтобы это произошло? Если они точно увидят, что социалисты побеждают. Вот так вот. Да. Пока они этого не видят, они в этом сомневаются. Но через полгода им будет поздно. Но сегодня делать им этого нельзя категорически. Они это прекрасно понимают. Майя Санду своей упрямостью, она их сама загнала вот в эту патовую ситуацию. Роль Плохотнюка. Понимаете, иногда элементарная глупость, человеческая гордыня, она перечеркивает все, что люди выстраивали годами. Вот она перечеркнула все, что выстраивали западные партнеры ее годами здесь. И сегодня время работает не на них. Роль Плохотнюка, какой она вам видится сегодня? Учитывая, что вот у нас на днях буквально он разразился размышлизмами. А что ему остается делать? Ну я не знаю. Я вас спрашиваю. В любом случае, сегодня он объявлен в два международных розыска у нас, в два, по-моему, в Российской Федерации. Он там уже, по-моему, осужден в Российской Федерации. Он там официально считается преступником и так далее. Я не думаю, я не помню такой ситуации у молдавской политики, когда бывший возвращался бы в большую политику. Бывший глава. Вот назовите мне хоть одну фамилию первого лица, который бы вернулся в политику. Снегур? Нет. Лучинский? Нет. Диаков, да. Председатель парламента, лидер партии, одни выборы ушли. Он лидер партии, вы спросили. Ну если брать председателя парламента, то... Я так вот просто так вспомнила. На вскидку. Да, самый живучий. Я согласен. Дмитрий Георгиевич, да. Я согласен. Здесь сдаюсь, поднимаюсь руки. Один есть. Нет, я думаю, что нет. Это невозможно просто. Ну и с чем он вернется? Что я белый пушистый, а до этого все что говорили, и вот эти говорили. И те говорили, да свои же уже демократы, по-моему, там открещиваются. Поэтому нет, это уже, наверное, невозможно. Но он выполняет свою какую-то миссию. Скорее всего, я так думаю, что его будут держать как бы в резерве. Ну в том плане, чтобы он мог воздействовать на политическую ситуацию здесь в Молдове, если это нужно будет американским его друзьям. Им все-таки хочется им управлять, внешнее управление иметь над этим кусочком земли, а не иметь самостоятельное какое-то правительство. Для них не совсем понятно. Им проще вот эти ребята из Гайварда. Мало времени остается. Но нужно спросить, как вы полагаете, как новая власть решит проблему с назначением генерального прокурора? Ну понятно, что конкурс сейчас... Я понял, что конкурс вернули. Теперь совет прокурора выдвинет кандидатуру, президент, наверное, с ней согласится или не согласится. У него есть два варианта. Не согласится, значит выдвинуть другую из этих четверых. Но согласны ли вы с теми, кто говорит, что любая кандидатура, которая будет в итоге, она обязательно не устроит оппозицию? Вот абсолютно любая. Назовите, кто сегодня оппозиция. Ну как, Майя Санду заявила, что она оппозиция? Нет, но если партию Шора не устроит, действительно их там попересажать надо. Нет, я говорю сейчас об оппозиции, имеется в виду Майя Санду. Там есть с кем разбираться, да? С Майей Санду... Да, вот они, например, скажут. Ну конечно ее не устроит, но она же хотела своего назначать и давать ему указание. Ну конечно их не устроит. Ну и что? Людмила, вы знаете, вот когда говорят о том, что это большой расчет, их Майя Санду и вот они такие великие деятели. Вы мне скажите, кто-то вышел после решения вот этого парламента, когда их отправили в отставку, но не в тот день, когда они там 100 человек собрали своих сторонников. Кто-то плачет в стороне за ними? Кто-то устраивает митинги? Кто-то переживает? Нет. И если это искусственно не подогревать, все, товарищи, их поезд ушел. Или полное переформатирование, или еще что-то, но они не могут уже существовать в старом. Поняла. То есть в принципе нам необходимо ожидать их недовольства по любой кандидатуре. Хорошо? Да, конечно. И последний вопрос. Правы ли те, кто сегодня утверждает, что де-факто в стране уже началась президентская предвыборная кампания? Конечно, Майя Санду ее начала. Ваши аргументы? Майя Санду ее начала своим Димашем. Вот этим своим? Но она поторопилась. Я писал одну или две статьи на эту тему сразу же в те дни по тем событиям. И я тогда четко, ясно высказал свою позицию. Майя Санду поторопилась. Она сделала ошибку. А другие возможные игроки? Вы же понимаете, что когда у нас президентские выборы, у нас сразу очень много кандидатур. Нет, ну понимаете, я не знаю, какие будут кандидатуры на выдвижение. Там об этом мы с вами вот в июле-августе поговорим. И вот тогда будет уже четко, ясно и понятно. А сегодня нет. Я и скажу, тут главная интрига сегодня в поведении демократов. Со всеми остальными все понятно. С Акумс, Шорой, социалистами все понятно. У каждого своя позиция, и они будут ее продвигать. А вот с демократами вот здесь самый главный вопрос. Будут ли они участвовать в президентских выборах? Возможно, будут. Надо ли это им или нет? Понимаете? А может быть, их устраивает сегодня вот такая позиция, технократическое правительство. Понимаете, вот лидеры социалистов и лидеры демократов, и те, эти умные политики. И вот от их поведения будет зависеть дальнейшая, вот будущая политическая ситуация в нашем обществе. Ни от Акум, ни от этих. А Майя Сандус с Андреем Настасом договорятся, кто-то один будет? Ну, мы помним прошлые выборы 2016 года. Андрею Настасе два раза в Соединенные Штаты пригласили, налили кофе по ручкам, ударили. Он приехал и поддержал Майю Санду. И помните, тогда серьезное давление было, даже если Марьям Лупу, лидер демократов, тогда снял свою кандидатуру. Потому что выставляли одного. Кто сегодня, не сегодня, а кто будет в ноябре 2020 года кандидатурой, скажем так, объединенного вот этого правого фланга, будет ли это Майя Санду? Или это будет какой-то представитель обновленной демократической партии? Мы увидим. Но я не думаю, что это будет Андрей Настасий. У него билет во франку домой. То есть вы считаете, что его политическая карьера уже катится вниз? К жене, к детям, все, после проигрыша в муниципе Кишинев, я думаю, он, ну, с моей точки зрения, навряд ли он может рассчитывать на какую-то серьезную поддержку в этом вопросе. Борис Андреевич, время вышло, беседа получилась интересной, много вопросов еще осталось. Я думаю, это прекрасный повод вернуться. Да, я согласен. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова